Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Антон Александров. Перед началом выпуска напоминаю о наших социальных сетях. Там можно не только пересмотреть все выпуски новостей и программ, но и поделиться мнением об увиденном. А теперь расскажу коротко о некоторых событиях этого информационного выпуска. Верните время! 32 тысячи живых, написанных от руки и подписей, собрали активисты для еще одной петиции по возврату времени. Сначала некуда ставить машину, потом негде проехать. Наши журналисты понаблюдали за рейдами патрульной полиции, направленными на поиск нарушителей. Когда дадут газ, к 7 тысячам домов Караганды уже подвели газораспределительные сети. Какие районы и дома на очереди – в нашем сюжете. Копаем, копаем, а богатства земли не заканчиваются. Уникальное месторождение редких элементов обнаружили карагандинские геологи. Карагандинцы пробежали более 750 километров во имя добра. Около 150 жителей шахтерской столицы поучаствовали в благотворительном марафоне. Карагандинские активисты не оставляют надежды вернуть время назад. Первую петицию, напомним, правительство отклонило. Они пытались подать вторую, ее не приняли. Теперь общественники собрали уже более 32 тысяч так называемых живых подписей на бумаге. Общественники по всей стране кинули клич в соцсетях, организовали точки сбора подписей и в итоге собрали их на сегодня уже более 32 тысяч. Из них по Карагандинской области 7 тысяч. Активнее всего подключилась Восточно-Казахстанская область. Причем подписи продолжают добавляться. Если бы это было выгодно для страны, то нам бы сказали так, народ, давайте мы время вернем назад, часок, и при этом нам тогда не понадобится строить электростанцию. Или, допустим, нам не понадобится повышать квитанции счета. Поэтому это будет выгодно для вас. Мы бы, конечно, все поняли. Но когда мы видим, что здесь идет явное противоречие, когда люди видят, что у нас забрали час, а украли лето, в этом году никто не смог нормально ни летом погулять в парке, ни отдохнуть после работы. У людей время просто пролетело. Мы его проспали. Мы его проспали за плотными закрытыми шторами. В итоге народ не хочет молчать. По словам юристов, сбор живых подписей вполне правомерен. В АППК там нет никаких норм о том, что есть какой-либо запрет на то, чтобы повторно подавалась петиция о том же предмете. То есть там есть глава в АППК, где предусматривает порядок подачи, рассмотрение петиции. Ее можно и в электронном виде, и в бумажном виде подать. И там два вида решений, которые принимаются. Эти листы в оригинале активисты намерены направить депутатам Можелиса и попросить их вновь поднять вопрос о переводе часов в первоначальное состояние. Причем и сами депутаты нам подтвердили, что намерение такое есть. По словам Армана Калакова, когда депутаты ездили по регионам, люди часто обращались к ним с этим вопросом. Поэтому Можелисмены намерены пригласить трех министров здравоохранения, энергетики и торговли и призвать их к ответу. Если министры не смогут предоставить убедительные доводы, вопрос о времени пересмотрят. В Караганде продолжается газификация. В шахтерской столице голубому топливу уже подключили более трех тысяч домов. О том, что нужно для подключения, как получить рассрочку и сколько стоит отопление газом, рассказали на брифинге региональной службы центральных коммуникаций. Проект газификации города Караганды включает в себя 4 очереди 16 пусковых комплексов. На сегодня газораспределительные системы подведены к более 7 тысячам домов. На 15 октября текущего года выдано 3987 технических условий для подключения физических лиц. Охват 44%. Одним из основных условий обеспечения безопасности при эксплуатации газа является приглашение специализированных организаций, имеющих лицензии, аттестаты и сертификаты для установки и дальнейшего сопровождения газового оборудования, отметили на брифинге. Для подключения к системам газосомжения в первую очередь необходимо подать заявление в адрес филиала на получение технических условий. Технические условия можно получить на портале ЕГОВ онлайн, также можно на сайте КТГ КИЗ.Онлайн подать, либо оффлайн подать заявление можно у нас в филиале на Ермекова 29, по адресу Ермекова 29. После подачи заявления в течение пяти рабочих дней ваши условия будут выданы, вам придет СМС, который можно будет скачать. Далее вам надо будет найти фирму, которая будет выполнять проект и выполнять строительно-монтажные работы. На рынке по газификации свою деятельность осуществляют более 70 компаний. Стоимость подключения зависит от площади дома, протяженности газопровода и выбора газового котла. Средняя стоимость по городу 700 тысяч тенге за подключение. Из них 70% занимает стоимость котла и комплектующих. Филиал установку выполняет бесплатно. Это подключение, пломбировка и пуск. 2075 тенге за прием в эксплуатацию. Стоимость договора в районе 20 тысяч. Техобслуживание занимается, техобслуживанием занимается более 50 компаний. В области установлен тариф, это на 1 кубометр газа 38 тенге. Средняя стоимость потребления газа, допустим, если брать дом до 100 квадратных метров, это от 8 до 12 тысяч тенге. Это зависит от теплопотери, зависит от наличия и количества, от количества и качества окон вашего дома, от утепленности пола и либо потолка. Только для Карагандинской области действует госпрограмма по подведению газа в рассрочку на 5 лет. Рассрочка беспроцентная, сумма определяется подрядчиком. На сегодня в Караганде и Тимиртау по госпрограмме подключено более 500 домов. Для того, чтобы получить рассрочку, обратитесь по адресу пассажирская 15А, офис 322. При себе необходимо иметь перечень следующих документов. Технические условия, выданные КАС-Транс-Аймаком, правоустанавливающие документы на дом, кадастровую справку, удостоверение личности и коммерческое предложение подрядной организации. Роберт Граф, Данил Заславский, 5 канал. Рудный узел «Жана Казахстан». Карагандинские геологи при выполнении поисковых работ открыли месторождение редкоземельных элементов. Специалисты считают его уникальным по своим параметрам и не имеющим аналогов в мире. Подробности в сюжете. ТО «Центр геосъемка» при выполнении поисковых работ в период 2022-2024 годов на участке Корект и Коль выявил перспективные ресурсы редких и редкоземельных элементов. В процессе работ открыт и предварительно оценен рудный узел «Жана Казахстан», названный в честь нового этапа развития в Республике Казахстан. Геологи считают открытое месторождение уникальным по своим параметрам и не имеющим аналогов в мире. Общие прогнозные ресурсы рудного узла «Жана Казахстан» составляют руда – 31 480,86 млн тонн. Сумма редких земель – неодим, церий, лантан и итрий – 20,46 млн на тонну. Среднее содержание – 650 грамм на тонну. Коэффициент достоверности – 0,3. Наша организация выполнила отчеты запасов и ТЭО – технико-экономическое обоснование промышленных кондиций – более чем на 100 месторождений различного рудного сырья. Также более 50 отчетов были составлены на строительные материалы для города Астаны, для строительства. Кроме того, мы выполнили геологическое доизучение 200-тысячного масштаба на площади более 150 тысяч квадратных километров. Отметим, что Министерство промышленности и строительства разработало комплексный план развития утрасли редких и редкоземельных металлов Республики Казахстан на 2024-2028 годы. Комплексный план предусматривает расширение ресурсной базы, внедрение технологий комплексного извлечения редких металлов, модернизацию действующих производств, разработку стандартов, регулирующих отрасль и снятие режима секретности на отдельные материалы. Общие прогнозные ресурсы рудного узла жена Казахстан достаточно высокие. Его параметры открывают хорошую перспективу на ее дальнейшую разработку. Наличие месторождения редкоземельных элементов является как основой для развития отраслей экономики, так и вопросом обеспечения национальной безопасности. Ирина Вобещевич, Равиль Валеев, 5 канал. В Темиртау уволили воспитателя, пришедшую на работу нетрезвой, а заодно и директора детского сада. Напомним, в полицию сообщили об этом анонимно, но проверка подтвердила информацию. После звонка полицейские увезли воспитателя на медосвидетельствование, которое подтвердило среднюю степень опьянения. Родители потребовали в детском саду показать им видео с камер наблюдения. На кадрах воспитатель пошатывалась и вела себя не вполне адекватно. Отдел образования провел внутреннее расследование. В объяснительной воспитатель написала, что накануне воскресенья была на мероприятии, где употребляла спиртное. По итогам служебного расследования воспитатель детского сада «Ягулек» уволена по отрицательным мотивам за грубые нарушения педагогической этики. Также уволена исполняющая обязанности директора детского сада. Невозможно проехать. В часы пик в центре Караганды появилась новая точка, где образуются пробки. Это парковка возле здания Назарбаева, 35. После жалоб водителей наши журналисты отправились в рейд вместе с патрульной полицией. Родители приезжают за учениками. Надевать машины здесь некуда. Парковка слишком мала. Примерно такая же ситуация возле третьей школы. Водители просто становятся во второй ряд, оставляя свободной только одну полосу. В итоге в часы пик образуются заторы. Патрульной полиции Таши и Томарады документы можно вошли? Я еще не припарковался. Я жду еще, чтобы кто-то выехал. Тогда сделайте для такси парковки. А как же тогда забирать клиентов на работе? Вы же видите. Водители, которые застревают в пробках на Назарбаева, пожаловались в нашу редакцию. Даже во время записи интервью с полицейским на заднем фоне выстраивается целая вереница из остановившихся в запрещенном месте автомобилей. По правилам дорожного движения остановка и стоянка запрещены в местах, где транспортные средства закрывают сигналы светофоров и дорожных знаков, а также создают помеху движения транспортных средств. Директор частной школы ответил только сообщением, не найдя времени на интервью. Да, действительно, есть такая проблема. Парковка не рассчитана на такое количество автомобилей, но необходимо учитывать, что в нашем здании расположены три организации, и перед зданием проходит узкая двухполосная дорога, что в свою очередь влечет заторы. В свою очередь мы также обращались с этой проблемой в Экимат-Караганды. Владельцы здания, открывая школу, не думали об удобстве для посетителей. Теперь расплачиваться приходится водителям. В данный момент, в первую очередь, это явно получает ответственность, зона ответственности водителей самих. Сами водители, когда будут приезжать на место, допустим, парковки, они должны знать, что они в данный момент будут совершать остановку с нарушением правил дорожного движения, то есть с нарушением законности. Полицейские пообещали создать комиссию и поискать пути решения проблемы, возможно ли здесь изменить организацию дорожного движения. Но уже сейчас понятно, что расширять дорогу здесь некуда и другого места для парковки у здания нет, разве что жертвовать палисадникам и деревьями. Людмила Батюшкина, Дмитрий Оборок, Ирина Нинашева, Пятый канал. Накануне в Карагандинском университете имени Букетова прошла международная научно-практическая конференция, посвященная инновационным подходам в педагогическом образовании. На ней побывала наша съемочная группа. В апреле месяце Карагандинский университет имени академика Букетова получил статус исследовательского. И, конечно, в рамках исследовательского университета мы все сегодня перестраиваем свою деятельность с научным уклоном, научную сторону. И наше сегодняшнее событие тоже научно-сельская конференция международного уровня, да, принесла из профессионального образования. Ведущие эксперты и практики собрались для обсуждения самых актуальных вопросов подготовки кадров для образовательной системы. Как сочетать новые технологии и педагогические традиции? Какие вызовы стоят перед учителями и что важно для качественного образования в современных реалиях? Мы надеемся на мобильность на международную, ну, по крайней мере, с нашими международными партнерами. С нашими преподавателями школ мы надеемся на профориентационную работу, чтобы у них уровень доверия к университету, к факультету он вырос, да, а с нашими выпускниками они наши работодатели, чтобы они брали наших выпускников, да, и способствовали их трудоустройству. Конференция собрала более 50 участников и спикеров из ведущих университетов, в том числе России и Турции. Безусловно, это важное событие в жизни, как общества в целом, так и в частности научного сообщества, потому что проведение подобных конференций, во-первых, расширяет границы. Нам интересно поменяться новыми идеями, посмотреть, какие есть наработки в области развития инклюзивного образования. Ну и вообще, в целом, отношение к таким детям, которое безусловно связано с развитием гуманности, оно расширяет просто наши человеческие возможности и создает условия для того, чтобы мы сами становились лучше. Конференция включает пять специализированных секций, среди которых современные тенденции развития начального образования, история и перспективы развития, профессиональной подготовки педагогических кадров, новые подходы и опыт, профессиональная деятельность педагога-психолога, проблемы и перспективы, а также дошкольное образование. Можно сказать, что это не только академическая дискуссия, но и практическое обсуждение реальных решений для повышения качества образования стран-участниц. Отдельное внимание было уделено сохранению и преемственности традиций, ведь конференция приурочена к столетию со дня рождения академика Евнея Растановича Букетова и сорокалетию педагогического факультета, что подчеркивает значимость многолетнего опыта в сочетании с современными тенденциями. Роберт Гравзул, Харнаис Махая, Данил Заславский, Пятый канал. До конца октября в вооруженных силах проходит проверка личного состава и сдача испытаний по предметам боевой подготовки. Это позволит оценить уровень боеготовности подразделений. Тест уже прошли сотрудники Управления по делам обороны Карагандинской области. Подробности в репортаже. В Карагандинском гарнизоне военнослужащие сдали зачеты по основным предметам боевой подготовки, к которым относятся тактическая, специальная, стрелковая, линейная и физическая. Проверяли знания военной типографии, техники и навыки вождения. Не остались стороне от этого испытаний сотрудники Управления по делам обороны Карагандинской области. Комплексная проверка охватила все аспекты подготовки военнослужащих и подразделений. Особое внимание было уделено состоянию вооружений и военной техники, а также системной организации работы должностных лиц в подчиненных формированиях. Цель итоговой проверки состоит в определении реального состояния боевой и мобильной готовности войск, уровня подготовленности личного состава, а также оказания практической помощи командирам в совершенствовании форм методов работы по организации повседневной и учебно-боевой деятельности. На первом этапе проводился линейный сбор, на котором изучалось соблюдение требований к внешнему виду личного состава, проверялись знания государственно-правовых предметов и общевоинских уставов. Комиссия проверила организацию боевого дежурства, состояние диверсионной защищенности, качество организации вопросов боевой и мобилизационной подготовки должностных лиц в подчиненных соединениях и воинских частях. Согласно плану боевой подготовки военнослужащие местных органов военного управления сдают годовую итоговую проверку. В ходе итоговой проверки были сданы тесты по государственной правовой подготовке, общевоинские уставы. Сейчас на полигоне учебного центра «Спаск» мы сдаем зачеты по активной подготовке из автомата Калашникова и пистолета Макарова. В целом военнослужащие местных органов военного управления показывают хорошие результаты. Итоговый экзамен проводится ежегодно в конце учебного года во всех воинских частях. Ежегодная проверка направлена на обеспечение боеготовности всех родов войск, повышение боеспособности и слаженности подразделений. Марафон добра или массовый забег прошел в Карагандинской области. Мероприятие было приурочено колю спасателям. Торжественное открытие благотворительного забега среди личного состава ДЧС Карагандинской области «Марафон добра» прошло при теплой и солнечной погоде. Лица спринтеров были полны энтузиазма и решимости. Спортивный дух соперничества витал в воздухе. Цель данного мероприятия, первое, это поддержание здорового образа жизни среди сотрудников, занятия физической культуры и спорта. Второе, это тоже же благотворительный характер данного мероприятия. Все вырученные средства со благотворительного забега будут распределяться сотрудникам, нуждающимся сотрудникам службы пожарных решений и департаментов подширчающих спросов в районской области в целом. Для этого специально создана у нас комиссия из числа сержантского состава, которые они будут распределять, данные оброшенные средства. Массовый забег собрал более 150 участников, среди которых были сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям жителей города. Дистанция забега составила 5 километров, и каждый участник смог внести свой вклад в поддержку добрых дел. Для участия, для спорта, для здоровой жизни, надо чаще так организовать такую работу. Вот мне нравится бегать. Не пропускаем такие забеги. Постоянно классно, заряжается, сезон заканчивается, зима скоро. Почему такие мероприятия надо проводить, на ваш взгляд? Что больше людей интересовало, что все бегали, сейчас молодежь растет, и все, больше и больше, по идее, каждый год. В забеге приняли участие представительницы хрупкого пола. Самой быстрой бегуней стала Екатерина Лакомкина, которая пришла на соревнования со своим сыном. Такие мероприятия почему стоит проводить, на ваш взгляд? Для того, чтобы популяризировать спорт, для того, чтобы привлекать внимание общественности, с кем-то действительно важным проблемам. Участие в марафоне стало не только спортивным событием, но и возможностью для укрепления общественного духа и поддержки тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради безопасности других. Все средства, собранные на марафоне, будут направлены на благотворительность. Мы поздравляем всех победителей и желаем не останавливаться на своих достижениях. Роберт Графшел, Карл Тенбеков, Николай Шевелев, Пятый канал. Наша обувь очень понравилась вам и отлично пошла. То есть это действительно стоящая обувь. На пороге зима, значит пора позаботиться об удобной теплой обуви. А что может быть теплее, чем унты, в Караганде, в Торговом доме Азия, по многочисленным просьбам продлевает свою работу ярмарка обуви из оленьего меха. Невероятное количество моделей, выполненных исключительно вручную, не оставит покупателя без выбора на ярмарке якутских унтов. Наши унты состоят из оленя, камус, внутри идет овчинка натуральный, каучук у нас идет на подошве, он не скользит и не стирается, идет прослойка войлочная, толстая, прессованная, все идет прошито, вся вышивка и комбинация, все идет ручной работы. Унты – традиционная обувь народов Крайнего Севера, поскольку оленья шерсть обладает хорошими изоляционными качествами. От такой обуви не стоит ждать сюрпризов в лютую стужу. Она не растрескается и ни один градус тепла не потеряет. Подошва не промерзает и не скользит. У нас в ассортименте есть женские унты, размерный ряд идет с 36 по 42, также имеется мужский размерный ряд от 40 по 46. Уникальность унтов в температуре, что они держат от 40 до 60 градусов, выдерживают морозы, там ножка всегда в тепле и сухая. Олень не впитывает влагу, не пропускает холод ни снизу, ни сверху. Срок службы этой обуви от 10 до 15 лет. То есть правильный уход, хотя особого ухода они не требуют. Женские модели представлены в разном исполнении, в том числе с вышивкой бисером ручной работы. Такая обувь всегда в моде и никогда не утратит актуальности. В ней вы будете не только в тепле, но и в тренде. А еще на ярмарке представлены тапочки из овчины и каракуля. Это обувь действительно зимняя. Это не надо здесь ничего другого. Это качественно тем более. Олени. Конечно, они будут очень теплые, даже жаркие. И на тонкий носок. И размер, и размер. Унты – это качественно. Конечно, я всегда в ТикТоке смотрела про Якутию, всегда думала, вот унты. А тут вчера увидела в новостях и прилетела. На ярмарке якутских унтов действует беспроцентная рассрочка. Покупатели ждут по адресу улица Вуйнов, интернационалистов, 31 в торговом доме Азия, второй этаж, отдел 206. С 10 утра до 7 часов вечера без обеда и перерыва. Ярмарка пробудет в Караганде до 31 октября включительно. Это была последняя информация выпуска. Хорошей вам рабочей недели. А если увидите или узнаете что-то интересное, сообщите нам посредством социальных сетей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова